Добрый день, урок номер три. Сегодня мы поговорим о шаблонах сайта. Когда внедряется HTML-шаблон на сайт, это подразумевается разделение верстки на три части. Верхняя часть — header, контентная область — страница, и footer — нижняя часть — design. На слайде мы можем видеть это разделение. Верхняя часть — синяя, зеленая — это рабочая область страницы, и красная — нижняя часть — design. Давайте рассмотрим верстку, посмотрим HTML-шаблоны страниц сайта, откроем верстку в типовой внутренний ряд других страниц. Это страница page.html, каталог, news, и events-list. Мы видим, что все эти страницы структурно схожи. Есть некая контентная область здесь, где есть текст, какой-то в данном случае на странице page описание, картинка. Давайте откроем firebug и посмотрим, как это выделяется в верстке. Видим, что все, что находится в теге div с классом mainpost — это у нас контентная область, и эту контентную область можно выделить отдельно. И все, что выше тега с классом mainpost, должно пойти в header. Также договоримся включить div с классом maintitle, который содержит в себе заголовок, тоже в header. то есть вот с этого момента вся верстка идет в header. И, соответственно, в footer у нас попадает закрытие тега с классом mainpost. Вот он закрывается здесь, и вот эта часть идет в footer. Теперь давайте откроем главную страницу — это index.html. И мы видим, что здесь на этой странице содержится уникальная верстка, здесь нет разделения на два столбца, видим одну колонку, и сама реализация отличается. Для верстки главной страницы мы сделаем отдельный шаблон, потому что все остальные шаблоны, как мы посмотрели, они примерно схожи, имеют общую структуру. Мы видим, что вся верстка на главной странице сложная, и при включении какой-то части верстки в контентную область на страницу index существует некая опасность того, что контент-менеджер или администратор может как-то поломать или изменить эту верстку. Поэтому давайте включим всю верстку на этой странице в footer и header. Договоримся, включить вот всю вот эту область, которая идет до footer, мы включим ее в header — шаблоны главной страницы. Вот эту область — сам footer, соответственно, мы включим в файл footer. Также давайте рассмотрим некоторые особенности верстки внутренних страниц. Например, на странице news мы можем видеть, что под заголовками есть дата новости. Ее мы тоже включим в footer, в header, извиняюсь, сразу после заголовка страницы. Также здесь мы видим под меню есть текстовый блок, вот этот вот, который также можно видеть на странице каталог HTML. Вот он есть, здесь текст немножко отличается, но блок присутствует. Эти блоки отсутствуют на других страницах внутренних, например, на странице events list, на которой также отсутствует блок последних мероприятий. Это вот зеленый блок. Вот это ближайшее событие, которое можно видеть здесь. Итак, мы увидели, что в шаблонах внутренних страниц есть некоторые небольшие отличия, и начинающий разработчик при внедрении этой верстки в шаблон может принять решение использовать разные шаблоны. То есть, соответственно, создать несколько шаблонов, в которых будут использоваться блоки вот эти, соответственно, отдельно. Но это не совсем правильное решение, потому что можно воспользоваться API-функциями и регулировать отображение тех или иных блоков с их помощью в зависимости от того, где мы находимся в каком разделе. Давайте посмотрим, как мы разделили верстку. Соответственно, на слайде мы можем видеть, как разделилась верстка для внутренних страниц. Здесь можно видеть, что включился… в header мы включили логотип, соответственно, меню, некоторая статичная информация и также заголовок страницы. В рабочую область мы включили как раз контент, текст, и в футер у нас идет левая колонка и сам футер. Управление шаблонами в 1S Bittrex осуществляется в административном разделе. Давайте посмотрим, где это происходит. настройки, настройки продуктов, сайты, шаблонов сайтов. Ну, здесь мы видим один шаблон, который сейчас применен на сайте. Откроем его. видим ID сайта, название, описание и, соответственно, сам код. Здесь в этом коде содержится верхняя часть шаблона, header, и нижняя часть шаблона, разделенная вот этим маркером — work area. Давайте найдем этот маркер. Вот он. То есть, соответственно, все, что идет до него — это header, все, что идет после — это footer. Далее здесь используются стили сайта, их можно редактировать, и стили шаблона, и подключаются дополнительные файлы. Редактировать шаблон сайта можно в административном разделе, но удобнее всего разработчику работать напрямую через FTP в своем редакторе. Откроем директорию, в которой лежат шаблоны сайта. Это директория Bitrix Templates — текущий шаблон. И рассмотрим структуру шаблона. Здесь есть основные файлы — это header.php и footer.php. Соответственно, это файлы, в которых лежит часть шаблона в header — это часть шаблона, которая идет до контентной области. А footer.php — это часть шаблона, которая идет после контентной области. Также здесь есть файл description.php, который содержит в себе описание текущего шаблона. file-template-style.css, в котором хранятся стили шаблона. File-style.css — это стили контента. И директория components, в которой хранятся шаблоны component. Итак, рассмотрим, как реализуется многоязычность в шаблоне сайта. Откроем директорию lang. Мы видим, здесь есть дополнительные разделы, названия которых соответствуют ID языка. И в них содержатся файлы, хранящие в себе массив с уникальными ключами, которые хранят в себе переводы фраз. Например, откроем файл header.php. Мы видим здесь массив с уникальными ключами и соответствующие переводы фраз. Давайте посмотрим, откроем файл header.php, файл шаблона и найдем вызов функции getMessage. Вот, например, вызов функции getMessage, в которой передается один параметр. Это название ключа из соответствующего файла, из массива в соответствующем файле. В данном случае давайте найдем его. Вот. Видим фразу «Новости компании». То есть здесь в итоге h3 выводится с «Новости компании». Давайте найдем эту фразу в шаблоне на главной странице. Вот она. Мы видим. И посмотрим, как эта фраза переводится на соответствующий английский язык. Перейдем в директорию «Н». Открываем файл header и видим здесь перевод фразы как «company news». Давайте теперь посмотрим, поменяем язык сайта и посмотрим, как это отобразится на шаблоне. Заходим в административный раздел и изменяем в настройках сайта язык на английский. Смотрим публичную часть. Видим, что у нас фраза искомая поменялась и стала «company news». Так, давайте еще раз рассмотрим файл header.php. И мы увидим здесь вызов некоторых констант, например, site-template.path или site-dir. Это так называемые константы, полный перечень которых можно увидеть в документации. Они предназначены для того, чтобы не писать код на определение ключевых данных. Например, константа site-template.path содержит в себе путь от корня сайта до папки текущего шаблона. Перейдем в папку templates и мы видим здесь папку default. В папке default содержится дефолтный шаблон, шаблон по умолчанию. Это обычный шаблон, но он имеет некоторые отличные особенности. Самое главное отличие этого шаблона — это то, что шаблонный компонент доступны в любых других шаблонах. А также здесь удобно размещать общие файлы стилей, скриптов и так далее картинок, если у вас есть несколько шаблонов, которые используют эти скрипты и стили. Далее мы рассмотрим использование этого шаблона на практике. Продолжение следует... ...